Бест Видеогеймс 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 То есть врага, он замедляется и может быть вам возможность спастись от смерти. Давайте дальше. Что у нас? Ракетный залп. Очень эффективное, скажем так, умение, когда оно уже раскачано. Раскачано дополнительной экипировочкой. Там оно даёт дополнительный урон и радиус действия. Но в любом случае, даже вначале оно наводит шум при стрельбе. Много ракет, паника, ну, довольно, так знаете, внушительно выглядит этот спешл. Тем более, что радиус действия, опять же, у него больше, чем выстрел вашего оружия. Это даёт возможность иногда вот агрессивные какие-то действия подавлять вот этим залпом. Ну, иногда помогает, а иногда и нет. Ну, как когда? Но всё равно, в любом случае, это довольно неплохой у него спешл. Особенно, я вам говорю, потом при определённой экипировочке. Так, что у нас дальше? Оглушающая граната. Ну, что она даёт? Она даёт возможность, когда вас преследуют, или когда вас зажали, или когда вы предугадываете, или просто кинули на удачу, не успели выйти с круга поражения этой гранаты вражеских стражей, то она наносит, ну, там минимальный урон, но она и глушит. И это очень большой плюс. Вот что я вам говорил, тут меня терроризирует с Альянсом. Я потом с ребятами сыграю. Так, это что касаемо гранаты. Даёт возможность и убежать, самому иногда заглушить вашего преследователя, или не дать возможность уйти другим. Очень эффективный, если правильно использовать это умение. И дальше самое, что есть у него мощное, это, конечно же, стальной дождь. Он выпускает 4 ракеты в заданную точку с большим радиусом поражения, но при этом я хочу вам определённо подчеркнуть. Он не двигается в этот момент стрельбы 4 ракеты. В этот момент он действительно просто беззащитен. И кто умеет хорошо это предугадать, вархет может просто не выжить после этого залпа. Поэтому надо с умом делать это, понимая, рассчитывая, увидя, какие у вас противники. Если сильные, то очень издалеку пытаться это делать. Или в тот момент, когда их давят, или заглушили особенно, очень классно. Но если вы как-то один, или вы отступаете, и запускать эти ракеты очень чревато для вашей жизни. Вы просто не уйдёте. Вас замедлят, убьют, или вообще даже 4 ракеты не успеете выпустить. Или отключат, там куча всяких вариантов может быть. Поэтому я советую быть аккуратным с этим спешлом. Он мощный, но надо быть предусмотрительным. Потому что Валькирия кинула эти 4 ракеты, и ей насрать, она побежала. А вархет, это ему надо стоять, чтобы выпустить. Так что будьте внимательны, используя этот спешл. Ну, тут скины. Я думаю, вы уже знакомы. Этот новый скин, это старый скин. Экипировка, которая рекомендуется разработчиками. Можете тоже её просмотреть. Вдруг она вам понравится. А я вам сейчас покажу ту экипировку, которую я использую этим стражем. И она мне довольно нравится, эффективна. Но у каждого, конечно же, есть своё мнение. Так, тут ещё история. Можете почитать себе. Так, экипировочка. Так, нет, ребята, нет, нет. Давайте потом. Так, смотрите. На... А, я предлагаю, конечно же, взять гармоническое динамо. Ну, даёт возможность плюс к регенерации. Потому что, если вы долго живёте, а на нём можно долго жить, и постоянно интенсивно давите спешлами ракеты или залпом ракет, у вас довольно быстро иссякает энергия. И иногда вот этот момент с помощью этой экипировочки может вам дать какой-то бонус. Как вариант, можно ещё, конечно, взять тактический усилитель, даст возможность взаимодействия с паразитом, больше откачку жизни при уроне делать вам. Ну, а скорость, это я так кинул, как бы... Можете проэкспериментировать. Быстрее будете передвигаться просто на помощь, или, скажем так, передвигаться вообще по локации. Ну, это не суть для вархеда важная, я скажу сразу. Это лично моё мнение, конечно. Я советую брать, конечно, вот эту экипировочку. Что касаемо на Б, конечно же, я советую брать паразита. Это даст большой плюс вам откачивать жизнь от дронов, от врагов, так как он интенсивно стреляет, и стреляет он на дальнее расстояние, так как и страйкер, и зелл, он на большом расстоянии может откачивать, держать врагов постоянно под обстрелом. Ну, я тут ещё прокачал у него спецэкипировочку. Это кластерные бомбы, дополнительные 90-е ниц урона. Шрапнельную бомбу тут закидывает. Ну, я считаю, что паразит лучше. Но вы можете, опять же, комбинировать, как вам удобно. Можете и вот эту попробовать поставить. Кластерные бомбы, вариант экипировки. Дальше. В. Я поставил шрапнельные снаряды. В пассивном режиме множитель урона оружием на 10%. Это основные атаки, тем более, что позволяет наносить дополнительный урон, потому что он основными атаками довольно часто пользуется. Это его очень хороший плюсик в архе. Ну, как и страйкер, опять же, тоже пулемётят во все стороны. И 10% плюс, это неплохо и приятно. Так, есть вариант, конечно, как пассивный режим. Сотрясающая волна. Копьё замедляет на ещё 0,7 секунды. Может быть, это тоже неплохо. Я как-то пробовал использовать. Не сильно чувствуешь, потому что бой интенсивно идёт. 0,7 секунды – это небольшое время. Иногда, может быть, оно даёт какой-то прирост для убийства или нанесения большего урона. Но я склоняюсь к тому, что лучше брать вариант шрапнельные снаряды. Что касаемо Г. Это, конечно же, однозначно я ставлю воздушный залп. Даёт возможность радиус взрыва на 50% ракетного залпа увеличить. А это очень классно. Я вам скажу, заденет по-любому каждого. И каждый враг будет просто очень рад этому. На Д я советую однозначно брать увеличиваемый бонусный урон залпом ракет на 75%. Учтите. Почти в два раза. Это очень круто. Я вам говорю честно. Я залпом где-то до полужизни сносил стражу. Ну, я не говорю там какому-то стоперу бешеному, обычному. Атакующему полжизни этим залпом только так сметает. Или кого-то добить, который убегает. Нефиг срать можно. Заглушили, стреляйте с автомата, резко хопа, залп, ракет на Ешку и смели его просто подчистую. Есть вариант, тут, конечно, взрывоопасное ядро, оглушающий. Действие на 50% радиус увеличивается. Ну, залп, конечно, круче. Ну, опять же, можете экспериментировать. Но я советую, конечно же, улучшить ваш ракетный залп. Что касаемо на Е, я советую криогенные снаряды. Так как вы основными атаками довольно часто пользуетесь, цель можно замедлить на 18%. А я вам скажу это существенно. И даст вам большую возможность постоянно сдерживать некоторых стражей от побега. Тем более, что вы далеко стреляете. Но есть еще, конечно, вариант экипировки, как усилительный ствол. Основная атака увеличивается, когда вы используете навык. Именно после использования. Она может и накапливаться многократно. Тоже неплохая фишечка. Я использовал ее пару раз. Можно так и не чувствуешь у этого увеличения урона. Но тоже неплохо. Потому что бой постоянно идет в движении. Стреляешь это, не успеваешь за всем этим уследить. Какой урон чуть-чуть больше, меньше. Но главное, что ты убиваешь противника. Вот это основная задача. И как вариант, последний я кинул. Ну, после использования навыков. Там враг может загореться. Там нести ему какой-то определенный урон. Но я советую, конечно, замедлять цель. Это вам даст больше преимущества в бою. И для команды тоже даст большой бонус. Потому что вы будете замедлять цель. И, конечно же, ваши сокомальники смогут ее добивать. Ну что ж. Это я хотел вам... То, что я хотел вам рассказать про Вархеда. То, как я им играю. То, какую экипировочку я использую. Хотите, попробуйте. Пишите в комментах. Понравилось, не понравилось. Опять же, это лично только мое мнение. У вас может быть и свое мнение. Как лучше экипировать этого стража. С вами был Олег. И это канал Best Video Games. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok